Посмотрите, это что творится? Дети, чтобы добраться до школы, должны толкаться по 50 человек в автобусе, который рассчитан на 25 мест. Конечно, они будут плакать. Как тут можно думать о том, что еще и учиться надо хорошо? Вот так, толкая друг друга в тесноте и духоте, придавленные своими же одноклассниками. Учащиеся одной из школ в микрорайоне Осар вынуждены добираться до своего учебного заведения. Общественный транспорт туда не ходит, а идти пешком до школы ребятам приходится по несколько километров. Родители школьников признаются, они давно сыты обещаниями чиновников. Все вот уже третий год подряд никак не могут предоставить детям школьный автобус. Вот и приходится выкручиваться своими силами. Мы не раз обращались в Акимат, писали обращения во фронт-офис, приходили в Горано. Но третий год нас кормят обещаниями. В ближайшей школе в районе Достык заполнена АТА, в которой учатся наши дети, находится очень далеко, в Асари, и автобусы туда не ходят. А ведь детям нужно учиться, поэтому мы своими силами нашли автобус. В нем каждый день посменно мы возим больше двухсот человек. Но посмотрите, разве это условие? Дети просто придавлены друг другом. А ведь у них еще и рюкзаки с собой. И они должны такое терпеть. Тут даже у взрослого психика не выдержит. Куда вообще смотрят наши чиновники? Вы посмотрите, автобус старый и маленький, но мы только его смогли найти, потому что нам это нужно. А вот в Горано вообще все равно. Прокатились бы сами так, я бы на них посмотрела. Вот говорят, что в стране для детей все условия создают. И это они называют условиями? Нас мало. И кто-то локтем ударит. Бывает, что головой бьешься. Сегодня вообще цветок сломало. Как его учителю отдам? А ведь за такие ужасные условия родители еще и платят из своего кармана. Полторы тысячи тенге в месяц за ребенка. Правда, и это не гарантия того, что ребенок все же доберется до школы. Ведь влезть в переполненный автобус не так-то просто. Как говорится, не успел, опоздал. Или же вовсе не пришел на учебу. Ну а те, кто все же успевает, порой приходят в школу с синяками. В помятой одежде и со слезами на глазах. Кто-то локтем ударит. Бывает, что головой бьешься. Сегодня вообще цветок сломало. Как я его учителю отдам? Детские слезы от дел образования пронять не смогли. Там не отрицают о проблеме. Они осведомлены, вот только сделать ничего не могут. Мол, родители сами виноваты, что выбрали для своих чат именно эту школу. Теперь пусть и думают, как до нее добираться. Мы предлагали им другую школу, куда ходит транспорт, но родители отказали. Сказали, что им там не нравится качество обучения. Теперь добираться детям далеко. Мы писали письмо с транспортникам, чтобы туда пустили маршрут. Но пока тишина. И автобус предоставить мы тоже не в силах. Мы постараемся в самое ближайшее время как-то решить эту проблему. Как именно будут разрешать ситуацию, в отделе образования ответить не смогли. Ну а пока горящие желания получать знания ребята каждый день делают нелегкий выбор. Ездить в школу в жуткой давке или же вовсе не идти туда. Надеемся, что несмотря на плохие условия, школьники все же выберут первое. Анастасия Новикова, Ярлан Бексаидов, Ребеку Мирбеков, информационные службы телекомпании ОТРАР.